Добрый день, друзья! С вами видеоблог 10 минут о жизни в Канаде. Владимир, на нашем канале мы говорим о жизни в Канаде, об эмиграции в Канаду, о быстрой адаптации в Канаде. Пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. В этом видео я хочу поговорить о джет-леге, то есть о задержке во времени, сдвиге во времени, когда вы прилетаете из Европы в Канаду. Если вы прилетаете на восточное побережье, это примерно 6-7 часов разницы во времени. Если на западное, то где-то 11 часов. И вот такой джет-лег очень сильно влияет на ваше состояние, на общее физическое состояние, состояние вашего ума. Вы будете такой немножко заторможенный, такое ватное состояние, в хорошем смысле этого слова, если оно есть, конечно. И очень важно в этот момент не стать жертвой мошенничества, следить за своими вещами. Бывают случаи, когда люди в таком состоянии легко становятся жертвой мошенников. Потому что критическое мышление в такие моменты, оно либо отсутствует, либо очень снижено. Поэтому, находясь в общественном транспорте, обязательно смотрите за вашими вещами. Один из наших подписчиков буквально в первый же день пребывания в Канаде потерял в метро сумку со всеми документами. К счастью, ему их вернули, нашлись добрые люди, смогли вернуть через бюро находок. Но, я думаю, стресс он испытал просто нереально. Поэтому, постарайтесь концентрироваться на окружении, на всем, что происходит вокруг. Примите мелатонин, это гормон, который регулирует циркадные ритмы. И он, в принципе, вам поможет быстрее адаптироваться ко времени местному канадскому. Старайтесь ложиться спать, когда все ложатся, там 9-10 часов. И просыпаться, когда все просыпаются, 7-8 утра. Буквально 2-3 дня, и это состояние уйдет, вы привыкнете к местному времени, но эти 2-3 дня нужно как-то прожить. Поэтому накладываются эмоции, именно новая страна, куча впечатлений, плюс сдвиг во времени. И это может привести иногда к печальным последствиям. Поэтому концентрируйтесь на том, что вас окружает, концентрируйтесь на действительности окружающей вас. И постарайтесь критически относиться ко всему, что вы видите, слышите. И постарайтесь не стать жертвой мошенников, которые любят вновь приезжих людей разводить на всякие вещи нехорошие. Типа там квартир, перевозок личных вещей и всего-всего. Поэтому будьте бдительны. На этом все. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok